А еще сантиметр. Идеально вообще. Мама уставшая приходит с работы, а папа сосет у нее. Эх, хорошо. Сегодня я дома. Всем привет, дорогие друзья. Хочу с вами поделиться еще одним проектом. Полезным. Долго я присматривался, думал, а не построили мне зону барбекю. Потому что живем мы уже здесь три года. И все-таки решил, что нам ее действительно не хватает. Сейчас поделюсь. Вот смотрите, в той зоне, как раз до яблони, зона барбекю. Вот здесь я уже отметил, будут столбики. Вход сюда. И вот в этой зоне как раз построить, залить плиту. Планирую я. Почему? Потому что, ну, на открытой зоне, конечно, все хорошо. Дождь не посидишь. Зима, холодно. Вот яблони отцвела, тоже хорошо. Но все-таки пыль вот эта. А сделать под крышей вальмовые. Сейчас я вам поделюсь проектом. Ну что вы, цыпочки мои. Сегодня такой солнечный день. Выдался их на улицу. Вывел и солнце зашло. Надо же. Ну ладно, вернемся к проекту. Вот я начеркал. Монолитная плита. Я залью в бетонную. Размер ее по внешним углам. Шесть на четыре восемьдесят. А внутренние четыре на пять двадцать. Вот передняя часть. Грубо говоря, вот дверь здесь. И вальма кровли. Вот эта стена будет глухая. Кирпич. Вот как раз она к соседу. Вот здесь будет. И уголком. Как раз здесь будет располагаться, я уже на связи с печником, печь и русская с духовкой, и под плов, мангал. Короче, ну все. Весь этот комплекс. Здесь может рукомойничек, стол разделочный и так далее. И столбики в полтора кирпича. Вот. И вот эти моменты будут застекленные. Стеклопакетами. Проветриваться, сдвигаться еще не знаю. Я посмотрю. Вот внешняя часть. И вот так я уже выложил полтора кирпича. Как раз столбики будут распределены. Но буду вот из этого кирпича, скорее всего. Мне нравится дом, как мы выбрали. Называется соломенный флэшинг. У него такой цвет неоднородный. Он такой играет, играет, играет. Нашел я строителей. Здесь договорился залить плиту, разобрать плитку. Все это сложить, сделать опалубку. 30 тысяч рублей. Здесь где-то 6 кубов бетона будет. Да, но это еще не все. Въезд в бетонный насос или миксер уже нельзя использовать. Здесь длина большая. Там провода. Скорее всего, будет делать, а не приемный какой-то емкость. Туда миксер сливать. И тележками, тачками таскать. Но оперативно надо будет. За полдня 6 кубов перетаскать. Все это за 30 тысяч. А сейчас я поеду на строительный рынок за необходимыми материалами. Список я уже составил. Арматура, сетка, дерево для опалубки, пленка для вот этих тропинок, чтобы не изгадить, постелить. Потому что вот этот бетон из миксера, вот это молочко, но потом ее фиг отмоешь, уже будет пятна на плитке. Таскать от входа вот сюда. Это самое сложное. А потом, когда после кладки бетон зальем, будут металлические столбики. Вот я планирую еще будет металлический столбик. Или 125, или 100 на 100. Влезет. Вот. И вальма кровля. Посмотрим. Просто все зависит от заработков. От работы. В какой стадии я войду в зиму. Получится застеклить ее. Застеклим. Все зависит от средств. Ну, под крышу я должен сделать ее, загнать. Ну, львиная часть займет печь сама. Итак, погнали. Все, оплатил я нужное количество арматуры. 14-й арматуры. Сетка. И труба профильная 100 на 100. Ну, металл кусается, конечно. Сейчас под разгрузку попал немножко. Сетка вот эта будет. 4,5. Труба 100 на 100. И 14-я арматурка. Стоимость этого хозяйства 46 тысяч. Металла отдал я. Вот приехал и металл. Это для опалубки дощечка. Плохо, что на рынке второсортной доски нет. Либо и доска хорошая, добротная. Но я решил обверну ее на опалубку в пленку. И она у меня еще на крышу пойдет. И 14-я арматура. И 9 столбов 100 на 100. Сеточкой еще проложу рядочек. А линолеум я вам потом расскажу, зачем. Едем мы по объектам. Пришло время посетить контроль качества. Произвести накопившиеся вопросы. Разобрать. И у вас познакомим, как идут у нас дела. Заехали с товарищами мини-пиццу перекусить. Алексей, ну здесь такое что есть. Чистейший домашний дистиллят. Декустирую дома. Это то, что я обещал мне. А на чем дело? На зерне чистый ячмень. Застройку застелил. Беседочка. Меня это тоже интересует. Расскажи подробности. Да нет, ну беседку. Зону барбекю, короче. Барбекю? Крытую, да. Застеклю. Плиту будет заливать. У меня ребята с Азии. Средней Азии. Они сейчас заливают уже? Нет, нет. Слушай, они не заливают, потому что я сейчас на работе. Когда у меня будет выходной, я думаю, ты что, я им не позволю. Только при мне. потому что я в них не уверен. И я, ты же знаешь, к стройке отношусь скрупулезно. Хороший, правильный подход. При меня. Потому что, знаешь, приедешь, увидишь то, что отличается от ожидаемого, нервы и все прочее. Ладно, приятного аппетита всем. Давайте. ой, блядь. Так, приехали мы на один из наших объектов. Сейчас, ребят, проведу вам экскурсию. Это у нас стоит металл для фальцевой кровли. Гринкат, Пуралмат, фаповские. Значит, 23 цвет. Это мы будем крыть вот этот комплекс банный. В листах тоже для карнизов что-нибудь пойдет. Водосточка. Здесь мы подхватили эстафету. На стадии установили, грубо говоря, банный комплекс с зоной барбекю. Клееный брус и крышу стропила только сложили. И, в принципе, мы все это выравнивали. А помучаться нам тут пришлось. Карнизы все неровные. Плясало здесь. Это имитацию режешь, да? Да. Базой покрыли уже? Базой покрыли. А, базой покрыли. А, молодцы, молодцы. Здесь мы утепляли. Значит, всего 250 утепления. Выравнивали балки. Даже вот эти ригеля пляшут по размерам. Плясали. Надо покрыть базой. Потом владелец уже этого дома будет красить и шлифовать и дом, и этот. Но если сейчас не покроете базой два слоя, оно может от сырости вспучить имитацию. Правильно? Желтеет. Да, да, да. В процессе здесь Василий по техническим моментам общается. Вот станок фальсопрокатный у нас будем панелика гибочник. И, кстати, вот зона барбекю, ребят, вот владельцу дома видите, сложили недавно. Знаешь, сколько сказал он? Обошлось ему в миллион, в миллион. Вот эта вся приблуда с дымоходом, короче, все под ключ. Вот делали контрольный розжиг для бревен. Это казанница. Вот такой миллион. Ничего себе, неужели так дорого все? Здорово! Ты что, уже шлепаешь, да, Не могу, но имитация. Подшива, да. Процесс пошел. Вот все мы карнизы выравнивали. Смотри, Камар! Кабан! Кабан! Где? Да вон, вон, за кустом, смотри. Нюхает, вон. Я не взял. Где, где, где? Юра, ты на меня разыграл, Нет, я видел, видел, я видел. Из допов сейчас владелец попросил, вот мы ему кабеля прокидывали с лоботочкой, это, ну, по всему периметру. Слушай, электрику это подсветка или видеонаблюдение? Это видеонаблюдение. А, это что, на каждом углу, да? Да. Давай момент подтвердим, чё там, да? Лобовую через метр двадцать пять будем делать, меньше отходов получится, ну, с листа имеется в виду. Грохотать она не будет? Да не, я думаю, да, метр не грохочет. То есть, вот эта рейка будет через, там, метр двадцать, условно говоря, метр двадцать. Ну, здесь уйдет загиб, там уйдет загиб. Ну, да, где-то так, метр там есть. А лист так два метра, да? Ну, так два. Можно его по метру сделать. Ты станешь противовесом, сейчас я полезу. Капельник сделан, мембрана сделана, проклеена, всё чётко. Вася, надо ветродуйчиком. Да, да, вот, свавра. Ветродуем, вот эти, вот эту пыль, нашёл до чего доебаться. Два короба они собрали, вот это будем тоже металлом обшивать. Самая прекрасная, самая безопасная крыша. Вот такие надо строить, одноэтажные сооружения. Ну, зачем вы лупите вот эти двух, трёхэтажные? Нафига, там страшно работать. А самое прикольное, вот посмотри на этот дом, вот, как мы сейчас покажем себя, сделаем эту крышу бани, то нас, я не исключаю, ожидает этот дом. Я вот туда не полезу. Под вопросом, вот замена кровли этого дома, тут видно, что пора менять, выцвело, облучилось. Вот эти вот скаты, они все были, короче, вертолётом. Ребят, самое худшее, когда ты договорился за работу, вот я не люблю, и потом, как бы, смета утверждена, и с заказчиком начинаются какие-то доп. работы. Работа предыдущими сделана была некачественно. Вся крыша неровная, вальмы не сходятся, карниз от этого пляшет. Естественно, начался диалог, что надо это всё доводить, исправлять. заказчики не любят уже опять повторный подход к снаряду, когда цена уже оформлена. Ну, ладно, мы это исправили. Мы нашли альтернативный вариант, не будем говорить. Всех устроил. Да. Поедем на дальний кордон, там я ещё не был, но чеховский район, где ребята работают. Там уже металл пришёл, металлочерепица, тоже не менее интересный. Там, по-моему, у нас два дома, да, мы делаем? Дуба. Лишь бы не встал, не вставай здесь, и всё. Приехали, короче. Зелёный дом, 67-й. Когда же мы встретимся с тобой? Не, я туда не залезу. Здорово. Как жить? Здорово. Поехали на другой объект. Так, а это мне, наверное, бочку приготовили, пустую. Я просил. Из-под септика, синяя же. Кстати, прикольная бочка, 75 литров, и вот, допустим, у меня куры, несколько овёс, зерно, и потом по мешку высыпаешь, и потом мешать. И удобно хранить от мышей. Так, новый объект у нас тут. Та-та-та-та-та. Посмотрим. В смете матовый Пурал. Матовый Пурал. Цинка 275, толщина 0,5. Гарантия 25-50 лет. 26 мая дело. Всё правильно. Самый дорогой металл на данный момент. О, вы все здесь? Привет, мужики. Привет. Перекур. Отдыхаем. Кажется, начальство приехало, всё, никакой работы, да, пока, пока не уедем. Это самое. Как у вас дела? Тихоньку. Жалобы, предложения. Жарко? Да, это вкусно, жарко. Смотрю, этот дом покрыли, вот этот остался, да, у вас большой? Да. Подожди, подожди. Вот, подшиваем мы софитами, полностью комплекс. Это крыша 155 квадратов, там 255. Переутепляем, подшивку свесов, водостоки, в общем, полный комплекс. Василий привёз биг-тесте ребятам. Биг-тесте? Да. Где туда был? Что-то на иностранном, непонятно. Отлично. Василий, тебе сколько ложек кофе? Полторы. Иди кофе, вот ребята угощают. Да ладно. Клянусь, говорю, да? Ара, вообще, вот всё есть. Печеньки. Не, ну, это же, вы же каждый день не будете ездить домой. Здесь у нас Пуралмат, а карнизы из глянца. На этом доме водосток остался старый, потому что он, в принципе, аквасистым, 125-й, малый, но в хорошем состоянии. Ходить надо перемещаться вот так по металлочерепицу, чтобы не погнуть. Что задумался, Андрюх? Думаю. Пилить. Пилить или не пилить? Да. наверное. Это дымоход возле конька. Флюгарка остается старая. Это у нас элемент конька. Он вентилируется, но снег сюда под конек, если залетает, он туда не пускает. Здесь два дома. Вот, остался. А там уже всё готово под только крой, У тебя саморезы есть? Нет. И уже. коллега. Новгородск. Новгородск. Это между Питером и Москвой. Алексей, пару слов о Москве. Ну, как тебе сказать? Не приезжайте сюда. Экология ужасная. Значит, пробки, толчая, всё дорого. Езжайте лучше, кстати, в Петербург. Это культурная столица. Всё есть. Красота, город-музей. Я бы присмотрелся. Петербург хороший город. Перебирай пирог и обратно её уже ставить. Насколько мне известно, заказчик только приобрёл это дачное имение, можно так сказать, из двух домов и приводит всё в порядок. Всё готово. Осталось покрыть основной дом металлочерепицей. Всё уже подготовлено, утепление, материал здесь. Суммарно мы сделаем за месяц всю эту работу по двум домам. Моя задача контроль, ещё раз контроль, за всеми этапами производимых работ. Костяк нашей фирмы составляют мастера, которые хорошо обучены, проверены временем, но тем не менее, контроль должен присутствовать. Каждый мастер на своём участке знает, что его работа будет проверена и лучше не подвергаться критике. Я всегда им говорю, хорошее имя и доверие зарабатывается долго, а теряется в одном миде. Вообще, на серьёзную тему хотел поговорить. Строители, это вообще спартанцы. Когда сезон начинается, мужчины живут в вагончиках. Но так бывает не всегда. Иногда им везёт. Заходим, посмотрим, как разместились наши мастера. Шикарный вид, чтобы я так жил. Телевизор, Wi-Fi, чай, кофе. Полный шик вообще. И удобство все, и душик здесь. В общем, лакшери. Поднялся я наверх. Капельник. У нас мембрана проклеена двусторонним скотчем. Контрбрус. Вспененный материал специальный. Когда гвозди его протыкают, же по-любому гидроизоляция. Чтобы на нём протечки не было. И вот сейчас дожди застали, да, здесь? Да. Нами принято было решение, так как кровля здесь сломана, как бы внутренний угол наклона, видите? И здесь залежи снега. И до этого, кстати, этот дом протекал вот в этом месте. Глыбы лежали, надо было их скидывать, и протечки вот шли здесь. Ну, форму крышу мы оставили, но сделали мы здесь гидроизоляцию усиленную. Такого брезентового типа. Это Дельта Макс. Вот с этой стороны. Она дорогая, рулон где-то под тридцатку. Тридцать тысяч стоит. Семь с квадратов. Вот. А с той стороны мы обычно сделали гидроизоляцию. Сейчас пойдём посмотрим. Вот. Здесь уже такая она. Ну, тут скат отвесный. Что у вас? Только покрытие осталось, да, Андрюх? Да. Ну, я думаю, сейчас вы за неделю бомбанёте. В чём задержка? В этих... В лоббане довезли ещё. Вот это. Из-за этого начать не может. Даже ни на одной стороне нет, да? Есть тут до половины. А, ну, крыть можно же, да? Да. Ну, сейчас вот... Не хватает. Потом, думаю, ещё есть что делать. Ну, сейчас начнёте, и мы довезём. Поставщики немножко. Да, цвет не верно. А? Цвет редкий. 29-ый. Ну да, заказной. Вот крыша. Уже как бы отсюда видно. Покрыто тут. Последние штрихи остались. Коньки. Коньки и снегоздержание, да? Да. Да и всё. Ну, здесь объект в Чеховском районе. Ребята надёжные работают. Вы хоть леса привяжите, они в ходуном ходят. Любите вы острые ощущения. А колпак ещё будете переделать? Не в курсе. Ну, это с Фаси. Ну, как? Алексей, Алексей, скорее сюда. Сюда, скорее. Что там случилось? Ты подойди, я тебе покажу. Ты что там опять белку поймал? Да, ты не поверишь. Белку, я поймал белку. Андрей, а что там? Выход есть на задний двор? Это крайний участок. Ещё лес. А, речка? А мы ловим тут по вечерам. Да ладно, а что, рыба есть, да? Есть. Что за рыбка? Окунь, подлещик. Не, прикольно. Слушай, как в санатории. Живёте, ещё деньги получаете. Это бизнес. Это бизнес. Вот так, дорогие друзья. Живём. Работаем. Всё искренне. В удовольствие получаем от всего. Так, надо делать всё правильно. Молодёжь наставлять. Правильно. Всё с юмором. Суй, Андрюха, суй. С первого. А ты любишь бабки? Нет. Бабки любят все. Сколько денег? Сколько есть? Ну, уже почитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять хватит. Десять хватит. Вот так вот. Сегодня брал. Я сколько? Сто пятьдесят отдал. Полтинник. Двести штук. За день разошлось. Пять просто на обратную дорогу. Всё, ребят, погнали. Давайте. Счастливо. Успехов в труде. И так дальше. Удачи. Давайте. Погнали дальше. И такая вот канитель каждый день. То олень позвонить, то тюлень. Это, ребята, жизнь кровельщика. Один день. Всем пока. Удачи. До новых встреч. У меня каждый день новый день. Удачи. До новых встреч. КОНЕЦ. Удачи. КОНЕЦ. После чents. Пошли куз inefficient. КОНЕЦ. Удачи. Продолжение следует...